Сергей, здравствуй! Я тебя, во-первых, поздравляю с Новым Годом! Мы первый раз в этом году и в нашей прекрасной студии вип-ложе на ВТБ-арена в Парке Легенд. В прекрасной передаче «Вратарский блин». Спасибо! С Новым Годом! Действительно, давно не виделись, но тем самым больше тем есть, которые можно обсудить. Что является причиной спада Уфы? Впеваешься и уже даже не могут попасть в плей-офф. Начало сезона тоже у Салават Вилаева был, наверное, не самый лучший, был там провал. И все эксперты говорили, что причина – это в тех молодых игроках, которые должны поддерживать первое звено во главе с Энквистом, Умарком, Григоренко. Их не было. Потом они появились, Апризов опять заблестал, и сейчас он в полном порядке. То есть был небольшой провал тех лидеров второго плана, которые должны были поддерживать ведущих своих игроков. Сейчас же ведущие игроки, в принципе, и тот же Умаркс уже интраму небольшую получил. Вроде бы играет неплохо. Большая проблема стала получение травмы Энквиста. Все-таки этот был такой креативный мозг. Мозг команды, мозг главный, наверное, пятерки. Салават Вилаев, который по большому счету делал результат. И Энквиста заменить не удалось. Мертель – это совершенно другого плана игрок, да, центральный нападающий. Но смысл его игры, конечно, сильно отличается от игры Энквиста. Во-первых, Энквиста и вбрасывание сумасшедшего Энквиста. Во-вторых, он очень техничный, а самое главное – умный игрок. Поэтому очень многое зависело от него. К сожалению, тяжелая травма. Не нашли замену. Раз. Второй момент. Очень долго критиковали вратаря. Светберга, то, что нет второго вратаря. Команда Салават Вилаев выступает одним якобы вратарем. Появился Гаврил, который играл очень здорово. И очень много матчей действительно классно провел. И вот это вот супер, когда он пил водичку в матче с Динамо. Все это очень интересно. И как раз Гаврил доказал, что он достаточно неплохой вратарь. Просто нужна стабильность, нужно играть больше. Но в последнее время опять делают ставку на Светберга. Для чего? Потому что тренеры в него верят. То, что Светберг будет играть, вот он должен играть в плово. Но у меня, я, наверное, не раз об этом говорил, большой вопрос все-таки. Тренер вратарей. Недавно я разбирал игру Светберга на такой примене, как матч с московским Динамо. Когда абсолютно ненужные шайбы залетали. Причем голы-то визуально смотрели очень сложные. Но если их разбирать, то понимаешь, что вратарь не переделал свою технику, которая у него была в Северной Америке. То есть если в том сезоне, когда он приехал, мы все кричали, зачем он так далеко вылетает из ворот. Подброски в итоге себя обрезает. Сейчас то же самое происходит. Очень много шайб он пропускает, когда сам себя выключает из игры. Когда он далеко выкатывается из ворот. Когда он перемещается, когда можно на щетках переместиться к дальней штанге. Он летит в шпагате. Всем этим должен заниматься тренер вратареи. Он должен ему показывать, как нужно делать. Они должны это отрабатывать. В итоге этого нет. И Светберг пропускает эти шайбы, которые... Нельзя говорить, что это лично его шайбы. Со стороны посмотрели, что вратарь плохо сыграл. Да нет. Голы-то вроде бы красиво взлетают. Но он их мог, может предотвратить. Если бы Светберг с этими вратарями справлялся бы, Салават Юлаева пропускал бы меньше. Но при этом то, что еще и оборона, конечно, не самая сильная сторона Салават Юлаева. Команда... Мы говорим не про защитников. Мы говорим про всю пятерку, которая обороняется. Потому что игроки, нападающие, защитники должны знать, как играть в своей зоне. Потому что все равно плясать надо от печки. И у Салават Юлаева это не получается. Плюс, во-первых, даже не плюс, а говорим, значит, оборона Салават Юлаева играет не очень здорово в своей зоне. И Светберг допускает технические ошибки, которые вратарь его уровня, да. И вратарь, который постоянно находится в тренировочном процессе трения ротарей, который должен развиваться сам и должен помогать вратарю команды. Вот слишком много, отсюда как раз и выходит, уж слишком много ненужных шайб Салават Юлаева пропускает. Вот отсюда, я считаю, что и большие проблемы сейчас у Фимсской команды. А тренер ротарей там Низенхайл? Тренер ротарей нет, там Низенхайл из Санкт-Петербурга. Кореньков с ним работал, когда играл в Белоруссии. Просто, то есть я его знаю, у меня вопрос, но это друг Захаркина, Игорь Владимирович, поэтому у меня вопрос. Если он его позвал как друга, то есть пусть он отвечает за результат. Потому что игра Светберга, ну, вызывает вопросы. Да, у него очень много там опасных бросков, его воротам он много ловит, отбивает. Но вот эти вот шайбы, которые я уже объяснил, все-таки он должен ловить за счет техники. Просто за счет техники все-таки это первый вратарь команды, извините, Салават Юлаев, да? То есть команда, которая ставит высокие задачи. А что ты скажешь, то, что игроки вот на вратаря дали? И тоже говорят, что из-за него вот все, он плохо играет. Ну, здесь надо понимать ситуацию, как говорят игроки. Если вратарь выходит, да, он все время там играет, много пропускает. Раз пропустил, два пропустил, вышел другой вратарь, сыграл неплохо. Неплохо, может быть, проиграет, там, что-то отбил, бац, его опять на лавку ставит, 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 ставит. Ну, конечно же, у игроков тоже есть вопрос, почему вы-то его все время ставите? Почему все время играет Светберг? Ну, не идет у него игра, почему играет Светберг? Потому что вы его наигрываете? Хорошо, а мы еще должны все время проигрывать? Тоже странные вопросы. Вот я говорю, здесь серьезные вопросы к тренеру вратарей, как он с ним работает, как он общается. Потому что тренер вратарей, это не только вот в протоколе фамилии, то, что есть тренер, он должен с ним работать, этот тренер должен разговаривать с вратарем, он должен быть психологом, он должен иметь полный с ним контакт, Ставить его, не ставить, он должен за это отвечать. А в итоге Светбергу все время ставят, он там укошку получает, игроки уже тоже не понимают, а что происходит, почему ставят в артаря, который пропускают очень много. Так что в этой ситуации, конечно же, я думаю, что стороны игроков это не совсем, наверное, правильно ставить такой вопрос, чтобы сегодня не играл Светберг, пускай нам не устраивает, но просто, видимо, допекло игроков это уже. Получается, из-за такой истории может происходить целый конфликт в команде с тренером, с игроками, и получается, что вообще может сплават упасть и все. Так оно и есть. Все-таки тренер в команде – это не только тренер, который рисует тактику. Это, помимо всего, он должен иметь контакт с ребятами, с игроками и должен влиять на микроклимат, который происходит в команде. Он должен понимать, где нужно закрутить гайки, где отпустить, и где-то, если что-то происходит в коллективе, может быть, собрать собрание, то есть поговорить с игроками, чтобы они могли выговориться. Я знаю команду сейчас, московскую, ее все знают, это очень хорошая команда. Проблема, помимо всего того, что сейчас там есть, игроки разделились на группировки. Там иностранцы, иностранцы, и русские ребята с русскими, которых там где-то уже играли. У них даже сплочений нет. У них даже пойти посидеть, поговорить, абсолютно нормально, пойти за кружкой пива, поговорить и обсудить, что происходит в команде. Этого нет. А это откуда идет? Это все идет сверху. Здесь и тренер должен руководить этим процессом, ну и высшее руководство. Поэтому такие результаты сейчас этот московский клуб показывает. Ну мы найдем, да, до этого московского клуба знаменитого. Но вот я слышал еще, что какие-то некие темные силы из Казани на Светберга идут. Ну я даже это рекомментировать и говорить, что темные силы, ну да, давайте. А вдруг? Шаманов, ну что вдруг? Не, ну как бы был же период, когда Светберг играл, вроде, нормально, и силоватно. Мы обсуждали то, что он поднялся, хорошая игра у него. А сейчас, получается, куда все это ушло? Куда ушло? Опять в рабочий процесс. Куда это все ушло? Одну игру сыграл, может, неудачно, вторую игру сыграл неудачно. И все, и немного поплыло. А тренера вратарей, какого нет. Работ никто не провел. Вот он и плывет так, так, по течению. Выкова когда ждать? Куда? Словат. В этом сезоне точно, что он не будет тренировать. Ну, я надеюсь, что все-таки они очень скоро высоединятся. Потому что действительно, они друг друга заполняли. Захаркин, когда я играл в ЦСКА, установки проводил, ну, действительно, заслушаешься, рисовал на макете, как это все нужно делать. Но та харизма Быкова, как он себя ведет, дорогого стоит. И, я думаю, только вместе они могут добиваться сумасшедших, хороших результатов. Я даже не уверен, что Быков один, если он вас знает, какой-то клуб один будет, допустим, помочь, не Захаркин. Что-то там сделает. Потому что это дополнение, которое у них существовало, оно все-таки очень много чего значит. Ты, кстати, да, выложил фоточку в своем ретро. Ретро фотографии прислали, ну, действительно, очень приятное. Но это было все уже давно. Кто-то осталось в памяти, вот помимо того, что ты уже сказал? Интересно. Что осталось в памяти? Что осталось в памяти? Нет, у меня много что в памяти, потому что я только вот в то время начинал свою хоккейную карьеру. Вот мне, по-моему, там на фотографии 18. Мне кажется, все-таки 17 лет, потому что я же октябрьский, я поздний. А это была предсезонка. То есть мне точно было 17 лет. И как раз я дебютировал в 17 лет в Суперлиге, ты, да, против Локомотива в гостях, когда поменял Михайловского. И тогда еще тренером был Виктор Васильевич Тихонов. И вот летом пришел Быков за Харкиным. То есть тренерский штаб поменялся. И вот как раз это был первый предсезон. Не, много чего можно говорить про этих тренеров. И как Быков, какой игровичок, как раньше он играл, да, и в ЦСКА, и я уверен, что это было и в СКА, и в Салават-Юлаев. В конце тренировки он оставлял игроков, которые не играют в какой-то матч. И они там между собой в одной зоне играли в хоккей. Ну, катание, катание, виднее поле, конечно, сумасшедшее. Захаркин поменялся за это время? Захаркин, как я не могу сказать, поменялся или нет, потому что я не работаю, я не нахожусь в тренерском штабе, я не очень близок к нему, чтобы понимать, поменялся или не поменялся. Просто сейчас, как он может поменяться, у него другая ответственность. Он главный тренер, все приходится применять на себя. И если посмотреть, если на пресс-конференции как раз было, после матча Динамо с Салават-Юлаев, ну, видно, что человек очень сильно загружен, что очень много что его допекло уже, прям, ну, вот это видно. То есть он не такой веселый, потому что он сходил все время смеялся, улыбался всеми, там, веток его подкалывал. Но сейчас, видно, что слишком много у него работы, и седых волос прибавилось очень-очень-очень-очень-очень много. Ну, теперь про знаменитую московскую команду, про спорту. Про народную. Про народную, да. Точнее, про разговор с болельщиками. Как ты к этому относишься, и правильно ли то, что руководители пустили их, как бы, в раздевалку, команде? Было ли у тебя такое в своей карьере? Что пустили в раздевалку, нет. Я, как бы, никогда, вот, с болельщиками, да, не отказывал, никому не отказывал вообще, то есть и ни в автографах, ни в интервью. Я вот, когда играл, никогда никому ничего не отказывал. И было много случаев, когда игроки, болельщики ждали команду после игры. То есть, там было ограждение такое, куда их не пускали. И здесь стоял автобус, и очень многие заходили в автобус и уезжали. То есть, я старался все время подойти пообщаться. И общение было, я могу сказать, абсолютно нормально. Там не было слов, которые можно вот именно запикивать. Да, конечно, где-то проскакивал, но там никаких оскорблений, ничего. Такие разговоры нормальные абсолютно, разговоры по душам абсолютно спокойные. Когда я узнал, что будет эта встреча, я предполагал, что просто придет руководство, придут болельщики, сядут, поговорят, какие вопросы, как там болельщиков не устраивают. Ну, результат не устраивает, надо спрашивать, почему. Там, допустим, генеральный менеджер, почему уволен Питов, как, почему так решили, почему назначен Ярушкин. Откуда взяли тренера? Ну, он тренировал кандидатальную хоккейную лигу? Нет, не тренировал. А это народная команда, это Спартак. На Спартак все ходят, смотрят, и они все время под микроскопом. Вопрос, допустим, к игрокам, почему где-то там, может, не выкладываетесь или еще что-то. То есть, ну, спокойно, в обстановке поговорить. Но то, что мы увидели в соцсетях, да, то есть, самое главное здесь даже не только соцсеть, а мы увидели это по телевизору, это показывали на всех каналах, это показывали на Вести, на России 24, на НТВ. Поэтому это уже не внутреннее дело команды. Внутреннее дело команды, если собрались, поговорили бы и все, и как бы обозначили то, что мы провели встречу с болельщиками. А здесь оно вышло в общий масштаб, и поэтому мы вправе и вынуждены говорить то, что, ну, то, что это было, это, ну, наверное, позор. Кто пустил вот именно вот в таком тоне разговаривать болельщиков в команду, ну, мне очень странно. Мне очень странно, что руководитель, а я знаю, что, там, Алексей Жамнов это прекрасно знал, потому что без его ведома не пустили бы игроков, болельщиков к игрокам. И то, что прошел такой разговор, ну, честно говоря, очень жалко и обидно за игроков, потому что они этого не заслужили, команда, да, не показывает результата, но чтобы сказать, что они не бьются, что они ничего не хотят делать, я не могу сказать. Да, не хватает класса во многих играх, не хватает мастерства, но и под шайбы ложатся, и толкаются, и пихаются, и готовы подраться. Все они готовы делать, просто дело в другом. Команда тактически в каждом матче практически всем уступает. Вот вчера была игра с торпедо. Посмотрите, какие шайбы-то Спартак пропускает. Там жерли в два раза просто один на пятаке остается, два игрока Спартака падают. Это первый гол. Второй гол он просто взял, обкатил всех, бройку-поворотом забил. Где тренер по обороне, по защитникам? Почему такие легкие голы Спартак пропускает? То есть им и рисуют, что нужно делать. Команда пытается выполнять. Да, не всегда это получается. Иногда тренеры говорят, что не выполнили тренерское задание. Но это не в каждом матче одно и то же получается. Так что вопросов в Спартаку, вот к тому, что происходит, очень много. Потому что когда даже убрали Питова, когда якобы что-то нужно было делать, была проблема, да, Спартак проигрывал. Почему Ярушкин? Вот вопрос. Потому что он друг Жамнова. Получается, Спартак народная команда, за которую многие переживают. Это что у нас? Команда друзей? Ну так давайте назовем не Спартака, а там Фрэнс. Ну просто все это очень странно. За Спартак я переживаю очень сильно и все-таки очень приятно было там играть. Поэтому, ну можно сказать, абсолютно не безразличный. Потому что сейчас происходит очень-очень печально. И хотел сказать, чтобы Спартак заиграл по-другому в следующем сезоне. Опять же говорили про бюджет. Здесь недавно выступил один эксперт. Это, ну вот, Спартака такой получается не самый лучший бюджет, поэтому игроков не удалось набрать. Да, ну давайте посмотрим. Может у Куниу не будет бюджет классный? Может у Сибири там бюджет будет здоров? Там в Сочи не получают зарплату с октября. Ну вот, 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 вот вопрос. Как ты строишь команду? Кого ты набираешь? Кто у тебя тренер? И так далее. Тренер тоже должен быть авторитет в команде. То есть нельзя прийти и вот с улицы сказать, я буду вашим тренером. Вот я там где-то играл, так что давайте будем играть. Ну и посмотрим, скажут, ну ладно, пойдем. Там 0.5, 0.6, 1.7 и все. Поэтому тренер должен заслужить, как Райтинг говорил. Вот, пожалуйста, Райтинг с высшей лиги пришел в автомобилист. Он с самого начала говорит, мне нужно заслужить авторитет перед ребят. Он его заслужил. Разными там поступками, но он все равно его заслужил. Это харизматичный тренер. Сейчас он также в Югре работает. И работает нормально, я уверен, в Югре, если все будет в порядке, там нормально все получится, команда будет бороться за восьмерку. Гуляв, пришел в Коинтальной хоккейной лигу. Откуда? Тоже из высшей лиги. Ты тоже там потренировался, сейчас в Коинтальной хоккейной лиге. Да, не все получается. Первый сезон, понятное дело, ты пришел совершенно в другой уровень хоккея. Тебе нужно привыкать к этому, тебе нужно понимать. Тебе нужно опять, как мы уже сказали, заслуживать доверия от игроков, от руководства, от болельщиков. Что происходит у нас в народной команде? Что у нас там? Витязь, МХЛ, Генеральный Жамнов, Атлант, та же история, Спартак, та же история. Только сразу оп, и я, типа, исполняющий обязан главного тренера, вот, пожалуйста. Тогда еще можно было исправить ситуацию, когда увольняете то. Сейчас уже сезон потерян, и, честно говоря, порой очень неприятно за то, что происходит в клубе. Думаешь, дело только в Жамнове? Дело не только в говорении. Я не говорю, что это Жамнов плохой, его надо убирать. Я не про это ни в коем случае. Я говорю про то, что нужно сесть и пересмотреть, может быть, план развития клуба. Может быть, не все друзья должны у тебя работать, а профессионалы должны работать. Потому что, допустим, просто говорю, Алексей Жамнов, Генеральный менеджер клуба. Кубок мира у нас проходил когда? В августе. Правильно? Сезон уже... В сентябре. Или в сентябре. В сентябре, да. Сезон уже шел. Соответственно, если какие-то у тебя были проблемы, ты не укомплектовал команду, значит, там, хорошо, было время, чтобы посмотреть. И кого можно было подписать, кого-то, может быть, там, убрать и так далее. Где Алексей Жамнов находился в этот момент? В сборной. В сборной России. Тренера. Зачем? Что там, тренировать некому? Нет, я, конечно, понимаю, что это очень почетно, быть тренером на Кубке мира. Классно, возьмите, я тоже поеду. Вот реально, я тоже поеду, буду ходить, интервью давать, как мы готовимся к той или иной команде. Ну, мне кажется, Спартак, когда ты взял народную команду, значит, ты должен быть здесь и смотреть, кто тебе сейчас нужен, кто вылетает из состава команды, кого нужно подкупить. Говорит, что у меня есть помощники, но тогда есть помощники, можно взять, сразу улететь в команду, только набрал и улететь на Мальдивы, и оттуда уже говорить, то есть, ребят, там, помощники, вы разбираетесь. На компьютере сидит. Да, поэтому, все-таки, еще раз говорю, Спартак, это команда, которая смотрит под микроскопом. Здесь по-другому не получится. И все прекрасно видят, что происходит, но спрашивать надо с руководством. К игрокам пришли, спросили, а что с игроков спрашивают? Они как Монг так и играют, кого набрали-то так и играют. Если коллектива нет в команде, то есть, они все равно не сыграют никак. Так что здесь очень много проблем, которые нужно решать, спартаку как можно быстрее. А вот как себя вели игроки в раздевалке в этот момент? Они опустили все головы, такие сразу поникли, оправдывались. Как тебе этот момент? Первое, мы сказали, и этих болельщиков там быть не должно, это раз. Второй момент, что могут игроки в этой ситуации сделать? Там от болельщиков вот такие фразы прозвучали, то что... Проловлены, да. Да, здесь с пластинами в голове, вы не представляете, какие мы там травмы получали. Вот, тычка за Спартак. Ребята, о чем мы говорим? Болельщик сам для себя выбрал, как он болеет, да, допустим. Я болею за одну команду, в Субольже. Я прихожу на стадион, я готов покричать там, там, без мата, без всего, поболеть, похлопать, за ней переживаю. Если ты выбрал ходить драться с кем-то, причем здесь игроки вообще, зачем им об этом знать и говорить? Между прочим, игроки получают, будь здоров, травмы. Войтек Вольцкий получил травму, слава богу, остался жив. Энквист получил травму, он тоже может с хокеем закончить. Я не подписал контракт, когда мне нужно было выбирать, что делать, потому что у меня 4 операции на коленке. Здесь нужно было думать, либо продолжать играть, и потом на колясочку сесть, да, и чтобы меня возили, либо как бы остановиться. Так что здесь не надо говорить про у кого какие травмы и так далее. Если мы говорим, как игроки себя вели, у них выбора нет, у них просто не было вывода. Стояли болельщики, которые пришли, высказывали свое неудовольствие, что им было делать. Кстати, говорит, да мы в порядке, мы играем, а кто поймет из этих болельщиков, что проблема не только в игроках. Первая часть нашей прекрасной программы «Вратарский блин» подошла к концу, и Сергей говорит вам пока. Это был «Вратарский блин» в парке «Легенд». Спасибо, что нас смотрите, задавайте большие вопросы. Да, всем спасибо, до свидания.